Так, ну у нас стартануло. Я не могу понять, она у меня на личной странице есть или нет. Я не очень хотел бы… Чёрт его знает, так, как я понимаю, пока я не начну его нигде не показывать, оно нигде и не появится. Угу. Так, только если я слышу, надо выключить. Угу. Так, окей, тут понеслось на Гудгейме… понеслось, на Гудгейме стрим есть и сейчас быстренько Ютуб проверим. И на Ютубе стрим есть. Качество только ставим пониже. Тони, привет тебе! Хорошего вечера. Так. Гудгейм в силе, это в силе. И… Так, окей, и тут комментарии есть. Отлично. Так, нас сегодня ждёт арбалет. Я немножечко поискал рифы и сейчас покажу, собственно, чего я нарыл и свои рассуждения по этому поводу. Значит, я нашёл изначальный концепт, ну, вы его видели, да, мы по нему работали, на него полагались. Путём лёгкого гугления я смог найти моделера, который делал вот эту работу. И я нашёл, соответственно, модель. Видите, она с фиговыми текстурами. Это то, что смоделил человек и повесил в своём портфолио. Это нам даёт, опять-таки, некоторое представление о модели, например, о вот этих вещах. Потому что… Почему надо в нашем случае смотреть на другого моделера? Потому что у нас нет возможности посмотреть, подойти к концепту артисту и сказать, слушай, а что ты хотел сделать вот здесь? Мы можем вот таким вот образом открыть модель и посмотреть, как её смотрели, понять некоторые места и так далее. Кроме этого, я нашёл затекстуренную версию. Текстуры сделаны достаточно классно. И, собственно, наша цель будет… Ну, сделать такую же модель – это несложно. Я думаю, с этим справится любой, кто модели там больше года. Да, можно накосячить в формах, можно сделать что-то не так. Например, на самом деле модель сделана не очень хорошо. Я объясню почему. Во-первых, тут абсолютно не читается… Плохо читается толщина. Я бы не сказал, что абсолютно не читается. Некоторые крепления пропали с концепта. Смотрите, вот на концепте там были вот эти моменты очень классно поработаны. Тут они выглядят не так классно. И это минус. То есть, вот моделинг, он, грубо говоря, из всех этапов самый слабый. Текстуринг, конечно, очень крутой. Текстуринг мне нравится. Он очень стильный. И вот на эти картиночки мы будем операции. Нашел еще, видимо, это косплей. Я уж не знаю, что это. Но, видите, тут тоже есть ракурс. Может быть, он нам будет полезен. Он слишком чистый, он не покрашенный, поэтому он нам не так интересен на самом деле. Но вот, например, тут интересно сделано прицел. Может быть, мы позаимствуем данную идею. Кроме этого, я посмотрел, как другие люди делали. И нашел вот такую реализацию. Она довольно грубовата, но она достаточно хорошая по формам. И мне очень нравится, как человек сделал тут оптику. Она очень прикольно играет на свету. И вообще, как он выставил свет в демонстрации своей работы, мне очень нравится. Опять-таки, тут можно будет подглядеть некоторые моменты то, как он делал вот это. И потом свой концепт рефлист я расширил хорошим текстурингом. То есть, вот, например, с этого проекта я нашел более приятный текстуринг. Посмотрите, ну, сделано неплохо. Но вот эти работы, вот это, ну, сделано прикольней. На самом деле, когда мы перейдем к текстурингу, мой рефлист расширится. Но вы видите, то есть рефлист, он должен составляться вами на разные этапы для разных вещей. То есть, например, вот здесь вот у меня на моделинг. Тут у меня на концепт. Вот это еще, видите, у меня на свет уже есть. И на ракурс для подачи. То есть, хороший рефлист у вас должен состоять из кучи столбиков. И каждый кусок рефлиста для вас решает определенные задачи. Это по этому моменту. Так. Сейчас я. Гудгейм живет. Ютуб живет. Все отлично. Я не знаю, в плюс или в минус нам выйдет то, что я отключил Twitch. На Twitch была очень низкая активность. Так что не знаю. Когда я буду стримить ArtStation Challenge, там, наверное, на Twitch он будет. Смотрите, значит, что я хочу сегодня сделать. Я сегодня хочу... Я не хочу востерзать вот моделингом вот этой части. Я завтра сяду это все моделить. И видите, я уже тут начал форму поправлять, потому что нашел кучу всяких ошибок и неточностей у себя. И не хочу это просто так. Но мы можем с вами, например, заняться моделингом рукоятки, да? Потому что это момент довольно интересный. Тут есть о чем поговорить, что поделать. Так что, может быть, я сегодня займусь именно рукояткой. Потому что вот она у меня осталась практически на том же самом моменте, где мы остановились. И если присмотреться, у рукоятки есть интересный момент. Ну, давайте для начала я накину бэвел по всему контуру. Потому что, как я говорил, мы с вами не стремимся к лоупольности. Лоупольность я умею делать. Поэтому делать все задачи, делать лоупольный объект, это плохая задача. А вот сделать как у них хотя бы, это задача интересная. Наверное, я накину лоупольность везде, кроме вот этого куска. Я вот этот кусок сдублирую и вырежу. Это будет наша будущая металлическая часть. А вот с этим мы с вами поработаем. Я не знаю, будет ли удобно нам то, что ВКонтакте, как оно лагает, не лагает. Я, к сожалению, не знаю, но я решил проверить. Возможно, вам так будет удобней. Может быть, вам будет тут кейм удобней. Опять-таки, YouTube я выключать не хочу. Мне кажется, там у нас активности бывают и там можно вешать уведомления. Поэтому избавляться от YouTube мне не хочется. Берем, профигачиваем контур и сейчас на него накинем хотя бы один вевел. Хотя бы один. И еще поговорим об ошибках, которые были у меня допущены. Которые сейчас будем исправлять. Да, то есть вот, просто чтобы сгладить форму и она была значительно приятней. Когда мы его сглаживаем, видим, что в целом все ок. Ага, не все ок. Так, я потерял кусочек здесь. И, наверное, я еще сглажу вот так вот на всякий случай. Тут сглаживать не нужно. Вот здесь вот сглаживать нужно. Только вот так, да, без другой части. И вот здесь еще вот эти два кусочка тоже хочу сглаживать. Так, окей, дальше я обнаружил то, что вот эта форма, она немножечко другая. То, что намоделил я сейчас. Сейчас я намоделил тут форму в виде квадрата. На самом деле она прямоугольная, она вытянутая. Поэтому нам надо с ней поработать. То есть тут мы ее вытягивать не будем. А вот здесь мы с вами вот сделаем как-то так. И вот здесь как-нибудь. Видите, все равно у нас пока выходит квадрат. То есть надо будет еще накинуть лупус, наверное, и попытаться это дело исправить. Что еще? Еще я заметил, что тут очень интересный момент, что вот здесь вот, вот эта штука пытается повторить рукоятку. То есть смотрите, я сейчас покажу. Вы видите то, что вот здесь вот она пытается повторить рукоятку, как у какого-нибудь револьвера и так далее. То есть это не просто... Не просто, короче, это одним слоем дерева, да. А оно должно... Вот здесь это, кстати, не так сильно. А вот здесь это прямо чувствуется, что они хотели сделать это как рукоятку. Поэтому вот этот момент мы с вами попытаемся сейчас тоже оставить. Потому что, ну он реально придает такой классности формы. Ну то есть плоская форма это скучно. Поэтому, если мы сможем вот этот эффект повторить, что, кстати, не очень легко. Я сейчас подумаю, как мне это лучше сделать. Пока работаю с одной стороной, потому что с двумя сторонами смысла работать сейчас пока нет. Давайте еще под вытянем. Может быть я захочу это в браш ответить. Не знаю пока что. Пока что все на уровне проб и экспериментов. И да, если вы не слышали, то где-то через недельку будет анонс нового конкурса от ArtStation. И я буду на нем участвовать. Поэтому с локацией у нас будет с вами пауза. То есть у нас с вами задача сейчас будет за месяц сделать арбалет. Задача абсолютно подъемная. Арбалет одна из простейших задач. Задача с вами добить карту. Что тоже за месяц мы точно успеем. И в середине июля мы в режиме нон-стоп переключаемся на работу по конкурсу. Вот видим что тут пошла грязь из-за вот этого лупа. Вот наверное вот такие вещи это единственное где надо уже следить за топологией. Потому что если не следить за топологией у вас будет происходить вот так. Такая фигня которая произошла у меня. Причем лучшее решение этой фигни это заново выстраивать топологию. Да, вот как-то так например. Сейчас посмотрим как оно шейдит, не шейдит. Видим что вот этот нам тоже дает не очень хорошую форму. Тоже это с вами подчищаем. И вручную лупы вставляем. Чтобы форма получилась достаточно хорошей и красивой. И вот здесь соединяем наверное вот так. То есть я примерно прикидываю как оно будет шейдить после того как я буду делать один смуз. Да и вот видите я потихонечку нахожу тот вариант смуза который мне интересен. Не очень хорошо что у нас внизу происходит. Поэтому наверное тут мы сделаем как-нибудь. Работаю с одной стороной потому что вторую мы просто можем симметрично отразить. Да и видим что вот у нас вот эта форма уже получается. Все равно немножко грязненько. Наверное чтобы не было грязи лучше соединить тут вот так. И вот здесь это дело тоже как-то убрать. А тут сделать вот такой луп. Да, но у нас ингончик получился. Ингончик мы с вами вот таким образом решим. Конечно если что все всегда можно поправить дебраж. Но я бы хотел получить достаточно красивую поверхность здесь. Опять таки ингон абсолютно ненужный. Который. Вот все они не ингон, но квадрат. Треугольник вместо квадрата. Это все форму портит. Вот здесь наверное надо бы подсузить. В идеале бы это еще вот делать так. То есть с включенным режимом перемещения. Ага видите. То есть со слайдом. Чтобы форма не портилась. В целом наверное форма немножко скучновата. Я наверное накину еще один луп. Вот луп не очень хороший. Давайте мы с вами сейчас это сделаем. Симметрия. Так. Смотрим. Ну в целом в целом в целом. Пожалуй. Мне не очень нравится что происходит снизу. Пока не понимаю почему так происходит. Вот этот переход мне кажется он должен быть более красивый. А у нас почему то он довольно грубоват. А давайте попробуем. Вот этот. Только отключаем это. Перемещение. И попробуем эту штуку опустить вниз. Вот как то так. Посмотрим получится оно красиво. Да. Оно конечно стало. Смотрите. Сразу намного лучше. Ммм. Не хватает еще знаете чего. Не хватает. Вот тут надо луп пустить по другому. Это один из самых занудных наверное этапов. А как у нас было. Было вот так. Вот. Наверное. Я знаете как это сделал. Я наверное так. Клинап случайно видимо сделал. Я наверное пущу тут вот так. Сейчас посмотрим какой результат нам это даст. Ага. Опять оно сглаживается. Так. А почему тут. Вот такая ерунда. Вот это откуда у нас длилось. Так. Вот это нам тоже портит всю малину. Это тоже надо убирать. То есть вот такие криволинейные поверхности. На самом деле их вообще в каде можно было бы отбить. Но в кад блин ретопать я это слишком не люблю. Поэтому делаем таким образом. Так. Это у нас четырехугольник. Это у нас четырехугольник. Четырехугольник. То что происходит здесь меня не особо волнует. Меня интересует именно в районе рукоятки. Чтоб все красиво смотрелось. Так. Ну это уже ближе. Так. И что меня все еще не до конца у старта. Опять таки. К сожалению нам приходится делать вот так вот. Костыльно. Но. Возвращаем половину меша. Мне просто не нравится работать только с половинкой меша. Я не понимаю что происходит. Так. Ну. Вот оно лучше. Если что еще поправим. Нам пока что примерно форму поймать. Так. Эээ. Вот здесь вот. Что за ерунда у нас происходит. Тут какой-то очень странный луп. Его удаляем. И делаем вместо него человеческий луп. А. Это я сделал чтобы у меня вот здесь осталось. Старты не появлялась. Но. Я смотрю. Особо оно не остынет. Так. И. Наверное. Мы с вами. Вот сейчас я сделаю. Вы уже могли видеть. Это моя трансляция. Я делаю копию. Подвигаю ее на минус 15. Чтобы потом мне было к чему вернуться. Я хочу еще это потом закинуть в ZBrush. Посмотреть как оно смотрится в ZBrush. И давайте сейчас накинем немножечко. Немножечко лупов. То что он сейчас асимметричный. Это абсолютно не важно. Нам главное понимать картину. Наверное я бы даже отключил сетку. Чтобы понимать как оно шейдит. Вот видите да. То есть тут вот нету такого красивого гладкого перехода. То есть он должен быть. Но его нет. Хотя ну видимо из-за треугольника. Да. То что у нас тут сходится. Вот этот вот поиск формы. Он довольно унылый. Но важный. Так. Вот здесь вот. У нас тоже. То есть топология должна идти. Сейчас давайте по топологии сориентируемся. Да. Вроде топология то более менее. Вот так можно сделать чуть-чуть. Чуть-чуть стало лучше да. И вот здесь надо еще накинуть с вами один лук. И сдвинуть. Нам надо сделать более округлую форму. Как мы этого добьемся? Мы этого добьемся вот таким способом. Вполне возможно в результате сейчас своих телодвижений я немножечко отойду от рефа. Но это ничего страшного. Так и видим что у нас тут происходит канитель вот с этим моментом. Что не очень хорошо кстати. Вот здесь я бы еще знаете что сделал. Я бы тут сделал вот так вот. А здесь вот так вот. Будет это хорошо смотреться. Короче видите тут вот минус треугольник как бы именно вот в этом. То что у вас начинается не очень красивый шейдинг. То что у вас не получается сделать красивую форму. Давайте мы попробуем сейчас от этого избавиться вот таким вот образом. Так только нет. Плохим образом я избавился. Получится как-нибудь вот так вот. Да вот так вот. Дальше мы берем вот эту грань. Включаем слайд. И вот так. Вот. Вот это уже видите. То есть короче треугольники протят всю малину. Если нету треугольников то все хорошо. Даже. Ну вот. И в идеале еще избавиться от этих треугольников. Сейчас будем думать. Я прям вижу то что на самом деле они не нужны. Но. Но. Пока они у нас есть. Сейчас. Ммм. Я просто думаю как мне эти лупы кидать. Чтобы оно все аккуратненько шейдилось. Пока что видите. Вот здесь у нас происходит канитель. И. Со стороны может показаться что это ерунда. Но. Именно. Это один из ключевых моментов. Которых нам создаст всю красоту. Так. Как бы пустить мне этот луп дурацкий. Вот. Если я тут сделаю вот так. Вот оно будет хорошо или нет. Давайте посмотрим. Тут вот. Сейчас то вообще дичь будет. Так. Вот. Четырехугольник пошел вот сюда. Дальше вот этот четырехугольник. А зачем мне столько тут. Собственно лупов. Я могу сделать вот так вот. Да. Отлично. 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 Единственное. Тут вот этот скос должен быть более острый. А для того чтобы сделать его более острым. Мы сделаем вот так. Давайте издалека посмотрим. Хорошо смотрится. А плохо вот это смотрится. Да. То есть. Вот в идеале вот эти лупы должны заходить вот сюда. Сейчас мы попробуем это как-нибудь сделать. На самом деле вот именно вот эта работа с обнимами это не моя сильная сторона. Я как-то. Короче не мое это. В принципе знаю. На практике меня довольно мало в таком подходе. Поэтому. так. Вот тебе сюда. Понимаете да? Я хочу чтобы вот этот стык он переходил в рукоятку. вот так. Я не знаю что это закончится. Давайте попробуем сделать. Немножечко. Вот так. И немножечко. Вот так. Будет оно хорошо смотреться. Блин. Вот этот стык хотелось бы сделать вместе. Пока что он не вместе. Ну да ладно. Это не тот момент на котором надо заморачиваться. Хотя потом я его наверное поправлю. Дальше. Давайте вернем в Airframe Unchained. У нас должны быть металлические пластины тут. Их сделать очень легко. Поэтому давайте мы их сделаем. Сначала вернем половину нашего мыша. Правильно. Угу. И пластина собственно у нас будет. Ну вот кстати вот эта пластина практически идеальная. Мы их потом немножечко подуменьшим. Поэтому опять делаем дубликат. И делаем вот так. Вот делаем X. И теперь определяем какой толщиной у нас будет вот эта пластина. Пластина эта у нас идет H домика вот до вот этой части. То есть мы рубим здесь. И рубим где она заходит в рукоятку. Я сегодня очень хочу просто заползти в ZBrush. На самом деле это очень неправильно. И лучше так не делать как хочу сегодня сделать я. Мне хочется помоделить. И потом заползти в ZBrush. Отскульптить это дело. Это глупость редкостная. Лучше такого не допускать никогда. А нормально все. Сначала отмоделивать на уровне май. А потом только лезть в ZBrush. Но у меня ломка по ZBrush. Я давно ничего не взял. Я сейчас короче все делаю в Substance Designer. На работе. Прям вот сижу и с часами работаю в Substance Designer. Прям я столько классных штук придумал как в нем сделать. Фотобаша и Substance Designer. И это звучит очень нелепо. Но это очень круто получилось. Намного круче чем в фотошопе. Все это блендится. Так. И мы с вами экструдим совсем. Так. Че тут я? Самую малость. Делаем два экструда. Вот наша металлическая полоса. Та-та-та-та-та-там. В идеале если бы у нее еще были фасочки. Но фасочки мы с вами можем накинуть чуть попозже. Угу. Так. Теперь давайте во всех важных местах. Это вот тип таких. Сделаем вот так вот. Дальше смотрим где у нас еще косяк сильный. Вот. Давайте вот это тоже от смусим. Чтобы понимать где у нас. Ну вот здесь форма мне не очень нравится. Кстати. Давайте-ка мы этот момент поправим. Потому что как я сказал. Полигонов вообще не жалеем. Потому что. Короче. Лук больность никому не интересна. Хочется результат. Для личного уж проекта уж точно. Вот это минус вот таких лупов. Да. То что они вам дают некрасивую форму. Поэтому в идеале. Лучше бы конечно таких штук не допускать. Но мы с вами решим сейчас это таким способом. Я включаю слайд. Видите. Отодвигаю. То есть слайд в этом плане очень крутой. То есть видите. У меня стоит горячая клавиша. Слайдинга точек и. Эджей. И это позволяет мне вот такие штуки делать. Не нарушая форму. Я могу слайдить. И потом это дело подправлять. Ээээ. Эээ. Я реально не уверен, можно ли сделать такую штуку быстрее в КАДе. У меня нет однозначного мнения. Я знаю, что такую штуку я в КАДе сделаю, но я не уверен, что я сделаю ее быстрее, чем в мае. А может быть, их продукт быстрее. Не знаю, как-нибудь мы с вами соберемся, поэкспериментируем. Не сегодня. Обещаю, будет. Думаю, даже специально проведем такую трансляцию до конкурса. Чтобы я вам все показал, типа, в КАДовском workflow. Я постоянно переключаюсь еще, смотрю концепт. И вот в концепте, конечно, мы не видим вот эту часть, но, как вы понимаете, у деревяшки не может быть вот такая вот эта часть. То есть идеально ровная. Поэтому мы ее чуточку самую, самую чуточку... Вот тут, кстати, фигня какая-то. Давайте, кстати, пока мы дальше не ушли. Как лучше всего такое исправлять? Вы делаете следующим образом. Ну, тут очень легко. Тут, на самом деле, просто... Выровнять таким образом. Но вообще я просто делаю... Вот так. То есть делаю парочку масштабов. И это позволяет мне это дело выравнивать. Так, отлично. С рукояткой все норм. Тут все норм. Отверстие. Вот у отверстия очень хороший вопрос, как сделать. Делать ли их в ZBrush'е или делать ли их в Maya. Блин, вот этот лук нафиг тебе не нужен. Нафиг он не уперся. Тут надо сделать вот так. Сорян, что я так отвлекаюсь. Но я прям вижу, когда косячно. И мне сразу хочется исправить. Потому что это все влияет на то, как идет форма. И это все очень важно. Так. Ну, тут вроде все окей. В идеале тут еще можно будет кинуть круговой лук такой. Причем именно круговой. Кстати, может быть, мне отсюда лук вот так пустить? Может быть, это на форму лучше сыграет. Ну, вот. Так, давайте посмотрим. Видите, я отдаляюсь. И у меня открыт концепт. И я издалека смотрю. В целом, пока все ок. В целом, мне пока ничего не бросается в глаза. Давайте переключимся на наш металлический кусочек. Металлический кусочек. Давайте посмотрим, длины у нас достаточной. Да, длины абсолютно достаточной. Можно его даже чуточку продвинуть вперед. Самую чуточку. Видите, я на концепт сейчас уже так подробно не смотрю, как я делал это раньше. Потому что уже как бы общая форма поймала. И вы не можете все время постоянно сверяться с концептом. Вы будете работать чуть-чуть медленно. Надо все-таки глаз тримировать и так далее. То есть, это всегда у меня некоторый начальный этап, после которого я... Ага. Так. Сорян. Что-то меня сбили. Чуть-чуть отъезжаем. Потому что, когда мы накидываем subdiv, у нас все-таки объект чуть-чуть уменьшается. Давайте это переключим в сглаженный вид. Видим, что вот здесь все ок, да. То есть, значит, нам надо с вами сделать как-то вот так. И, наверное, сделать вот так. И, наверное, даже... Наверное, даже вот это мы сдвигаем сюда. Для того, чтобы получить вот этот вот острый край. Поднимаем его чуть выше. Да, видим, что, когда у нас сгладилось, тут надо добавить все равно толщинку. Причем, когда я буду моделить, надо соблюсти вот эту вот из дугу. Потому что дуга прибавляет интереса данной форме. И это, собственно, самое-самое главное. Потому что, когда мы сами накидим на металлическую часть сглаживание, она тоже уменьшится в размерах. Это надо учитывать. Поэтому, если она уже сейчас прикрекается с круговой частью, то все не очень хорошо. Так, значит, ну, в целом форма какая-то такая. Соответственно, вот он самый хитрый момент. Но мы его решим очень просто. Первое, что надо вообще сделать, это сделать... Мы делаем, понятное дело, не оболочку. Это смысла никакого не имеет, даже в хайпойке. Потому что это вообще нифига не пропечется. Поэтому мы с вами делаем спокойно вот в таком варианте. В виде цельного куска. Нам с вами для моделинга абсолютно не принципиально на этот момент. Ага, отлично. И после этого я предпочитаю делать тут вот такой вот бевел. Мне не очень нравится, как он тут накидывает вот эту группу, но она работает. Она работает. Да. И начинаем теперь ее подгонять по форме. Для того, чтобы подогнать ее по форме, накидим пару мультикатов. Мультиката пока не получается накинуть, потому что у нас тут надо топологию простроить. Простраиваем топологию. Чуть-чуть. Причем, видите, делаю я топологию с таким отступом небольшим, чтобы он мне не слишком это зажестил. И удаляем половину. Для того, чтобы ее потом снова отразить. Так, окей. Теперь мы можем накинуть, собственно, прекрасный и замечательный луп сюда. Луп сюда. Луп сюда. Луп куда-то сюда. И лупы, конечно, по краям. И еще фасочку. Ну, фасочку, на самом деле, мы можем отбить и в зебраша. Но совсем маленькую фасочку мы с вами все-таки накидываем на контур. Прям совсем маленькую такую. Короче, на металлах просто даже маленькие фаски очень критичны. Они слишком хорошо играют на форму. Поэтому хоть какую-то фаску, наверное, ее надо было раньше накидывать. Вот здесь мне накидываем фаску, потому что она застрелит ненужным образом нам. А вот по этим сторонам мы все проходим. Так, смотрим. Ничего я не забыл. Ничего не забыл. Делаем бэвел. Вот какой-то такой. Совсем небольшой. Так вот. На уровне знака, так скажем. Вот. Отлично. И вот, собственно, пошла кондитель. Видите, у нас заостряется форма тут. Вообще, я для этого использую. У меня есть плагин. Не плагин. Короче, есть такая штука. ZHC Polytools. Я не помню, откуда я его взял. Короче, он умеет делать вот такую классную штуку. Сейчас я покажу. У него есть по-по-по-по-по-по-по-по, регулайз, стрейтлайн. И он выравнивает. Ну, короче, это очень крутая штука. Она вот для таких вещей. Прям идеально подходит. То есть мне можно не удалять вот этот лоб. И видите, я получил идеальную гладкую форму. То есть я не знаю, как сделать нормально это в мае. То есть каким-нибудь там хитрым только способом. А тут вот такая красота получилась. И если у вас там где-то что-то кривое, вот можете выравнивать. Вот такой плагинчик. И честно, я не помню, где я его скачал. Но явно не пожалел. Так. Вот здесь у нас очень острая форма. Потому что я тут накинул фаску. Поэтому одну фасочку мы тут сносим. Это бывает, ничего страшного. Да, вот тут форма хорошая. Форма хорошая. Отлично. Форма мне не нравится только вот здесь. Тут форма должна быть чуточку вперед. Пока что, говорю, я смотрю постоянно на концепт на втором мониторе. И примерно прикидываю, как оно должно выглядеть. Вот начинается когетель с изгибами. Ничего страшного. Вещь привычная. На глазок приходится это дело подправлять для получения оптимальной формы. Ну, давайте глянем. Мне не нравится вот только вот этот момент. Наверное, я бы тут сделал как-нибудь все же вот так. Наверное, я доволен. Ага, смотрите, вот сейчас мне нужно пройтись лупом именно по вот этой грани. Поэтому вот это тот случай, когда мультикат, видите, нам не даст нужного результата. И протыкивать вот так вот мультикатом тоже очень долго. Есть прекрасный инструмент коннектор. Вы его видели, когда я соединяю точки в коннекторе. Но для таких вещей он особенно замечательный. То есть надо сделать там, где вы хотите пройтись вот таким лупом. К сожалению, не приходится выбрать все грани, но лучше этот момент проконтролировать вручную. Опять-таки, прохожусь только по половинке, потому что остальное меня не особо интересует. Ну вот, и жму Shift-C. И видите, что он нам сделал? Он провел вот луп именно по тем граням, которые меня интересуют. Если вдруг не пользуетесь вот этим коннектом, для таких вещей он просто обалденный. И видите, я смог аккуратненько сделать жестко именно вот эту часть, которая мне была интересна. Вот здесь единственное, я бы, наверное, пододвинул чуть-чуть. У нас сейчас есть ингоны, ничего страшного, они нам практически не портят ничего. По крайней мере, я не вижу, чтобы они нам что-то портили. Так, давайте. Ну вот здесь чуть-чуть формочку выровняем, потому что надо соблюдать вот эти красивые дуги. Я знаю, что, блин, это нифига не видно ничего, но мне в глаз это все бьет. Так, ну в целом. И вот здесь немного островато. Как мы это исправим? Мы с вами это исправим следующим образом. Выбираем вот эту сторону, включаем опять-таки слайд. И чуточку съезжаем этим слайдом сюда, а вот этим слайдом чуточку съезжаем сюда, после чего берем вот эти вертексы и их оттаскиваем. Только и без слайда. Без слайда, я сказал. Вот как-то так. Да, и чуть-чуть не такой острый, потому что там был прям совсем острый угол. Давайте посмотрим, давайте глянем на концептик, сравнимся примерно. Я предпочитаю делать вот таким образом. Слушайте, по-моему, вообще замечательно. Ну вот здесь можно чуть менее... Если мы хотим побольше с концептом соответствовать, тут надо все-таки... Все-таки как-то так, да? Но в целом, как вы видите, форму мы получили прям очень хорошую. И опять-таки, пока что никакие лупы я... В смысле, никакие отверстия я не обозначаю. Насчет отверстия будем говорить дальше. Но отверстия надо будет делать. Так, смотрим. Форму мы тут... Да, я тут забыл. Я начал об этом говорить, но забыл это сделать. Вот это я двигаю вот сюда. Чуточку подопускаю. Потом беру... Нет, только тебя. Тоже чуточку подопускаю. Чуточку сдвигаю. Давайте глянем нормально. Да. Ну вот здесь вот, видите, пошла кривизна. Опять-таки, по той же самой причине, о которой я упоминал ранее. Сейчас мы это все зафиксим с вами. Сначала давайте от симметр. Давайте сначала решим вопрос с ингонами. Вот, ингоны у нас вот здесь. И на форму они не влияют. Да. Если ингоны не влияют на форму, давайте сейчас проверим. Вы видите хоть какой-нибудь шейт? Блин, не видим. Хотел сказать. Ну вот этот ингон ни на что не влияет. Но... Так что придется нам все-таки немножко соединить это дело. Но, к счастью, тут не так сложно. Так. Я тороплюсь и косячу. Значит. Вот поэтому еще одно преимущество, почему использовать Connect Tool. Он более аккуратный. О-о-о-о-о. Так. Тут соединили. И дальше вот здесь тоже соединили. И у нас тироп треугольники, которые шейдинга почти... Вот тут косяк, да? Это из-за вот этого. Вот тут править сложнее. Давайте попробуем поправить вот таким способом. Но я не уверен, что он даст хороший результат. Как я говорил, может показаться, что это снимает сирон до... Да. У нас почему-то он... Почему ты себя так ведешь? Что-то у нас не так. Подождитесь. Такое ощущение, что... Нет, все нормально. А, тогда мне не до конца понятно. Сейчас вот так будет маркбукс. Но все равно она чуточку шейдит. Но поскольку мы все равно это будем отбивать в зебраши, так что на это, на это можно забить. В целом форма получилась достаточно красивой. Так, окей. Мы еще говорили о древесине. И помните, я говорил, что если вот у нас... Даже под смузом они пересекаются, надо древесинку поправить. Поправляем нашу древесинку. Чтобы она у нас прям совсем не пересекалась. Да, получили аккуратный стык. И если бы я вам не сказал, что оно не оболочка, вы бы, наверное, не догадались. Видите? У нас практически везде все аккуратненько заходит. Единственное, где сделано неаккуратненько, это верх, который мы сейчас поправим. Надо толщинки отбить побольше. Потому что сюда еще металлические эти пластины заходят. Либо опустить дерево. Либо опустить дерево. Кстати, если честно, мне кажется, вариант опускания дерева, он проще, не лучше. Давайте посмотрим, форма красивая у дерева осталась, осталась. Значит, и у пластинок все будет хорошо. Пластинки тоже опускаем. Чтобы примерно толщина была везде одинакова. Да? Понятное дело, что мы это делаем на глаз. Вот тут вот пройдемся зебрашем, потому что тут слишком острый угол. О, слишком острый угол, это плохо. Но мне нравится. Хорошо тут. Тут хорошо. Так, собственно, на отверстие. Так, ну. Я не до конца доволен вот этой формой. Ну, потому что я неправильно лук тут посылаю. Давайте я попробую лук пустить вот такой. Ну, так. Интересно ради, получится или нет. Тогда мне нужно удалить точно вот этот лук. Вот этот лук идет вот так вот. Вот тут удаляем. И у нас получается тут четырехугольник должен быть вот такой. Лучше стало. Стало лучше. Или нет? Не, ну, знает нас. Блин, нет. Че-то, че-то все равно тут не до конца то. Ну, на этом я пока бы не стал задерживаться. Так, окей. Так, смотрим деревяшка. Окей, предположим, не до конца устраивает, но предположим устраивает. Дальше видим косяк, что у меня вот здесь вот оно все такое невыступающее. В смысле, да, все такое плоское. А должно... Не должно быть такое, поэтому мы тут чуть-чуть отправляем. Тут я чуть-чуть вдавлю назад. Это очень опасная идея, но... И не забываем, что двигать мы можем только одну сторону, а другую просто отразить. Ага, вот этот вот такой взялся. Сейчас поправим тебя. Да, че-то... Вот это дичь какая-то. Так, стопэ. Че с вами тут такое происходит? Так, тут, прихожим, все около. Тут вообще не около. Тут почему-то у нас точка уехала. И вот эту точку, наверное, тоже мы с вами подправим. Не очень хорошо, что я делаю это без слайда, но тут это не критично. Вообще, конечно, такие вещи нельзя двигать без слайда. Их только вот, если у вас включен слайд, тогда и можно двигать. Так. Вот у нас есть вот этот луп, давайте. Я не знаю, че с ним произошло. Но этот луп довольно важный, поэтому мы его сейчас ручками... Да, вообще мистика какая-то. Че с ним произошло такое? Ну, ручками его отбили. Ну, часть стыков я не до конца доволен. Вот, говорю, честно. Честно. А, вот здесь, да, мы хотели вот эту штуку подсдать назад. Давайте подсдаем назад вот здесь. Чтоб получить. На самом деле, это все я спокойно могу отбить в зебраше, если что. И можем рискнуть. Вообще, на практике могу сказать, что если вы можете сделать вот эту форму в майке, попробуйте сделать ее в майке, потому что в зебраше вы не... Короче, в зебраше очень легко может пойти грязь на таких вещах. Поэтому далеко не всегда хорошо отбивать их в зебраше. Очень легко там. Ну, то есть вы можете очень быстро добиться нужного результата, а можете, наоборот, уйти в помойку. Так, ну, тут прям динамиком пройдемся, будет норм. Давайте, миро-геометрия. Вот, но получили какую-то форму. Форма пока не идеальна. Видим, что и шейдит, и предположим... Давайте я даже сделаю копию, если что. Я вернусь, и потом ее доработаю полигонами. Рубкоятка в пайконе. А вот это у нас будет для скульптинга. Рубкоять. Скульптинга. И, собственно, покажу, как... Вот, я не очень люблю отверстия отбивать в полигонаже, но покажу, как это можно сделать. Смотрите. Есть прекрасный аддон ADNM. ADNM Tools для Maya. Очень рекомендую. И сейчас покажу, как им можно великолепным образом делать отверстия. Для этого ему требуется большой полигонаж, поэтому лучше на таком этапе прям сделать уже... Smooth, да? Лучше даже... Блин, два Smooth, фиговая идея. Ну, ладно, давайте. Вот, берем, значит, вот тут полигон один, включаем ADNM, и вот тут есть Easy Circle. И он делает вот такую классную штуку. Сейчас она выглядит немножечко хорошо, потому что по умолчанию делают очень большой круг. Но мы получили очень легкий круг в геометрии. Видите, он прям... Короче, он прям сдвигает его прям очень хорошо. И я, кстати, его даже... Не, мимо. Мимо поставил. Но минус в том, что, видите, как он делает его огромный, и все-таки полигончиками сделать круги немножко опасно. Хотя иногда очень хорошо. Так, со Smooth видим, что у нас косяк вот здесь вот, но мы это попробуем исправить сейчас в ZBrush. Давайте проверяем еще раз на CleanUp. На CleanUp у нас все хорошо, и мы отправляем это в ZBrush. Для всех, кто смотрит, вы потом выскажетесь, то, что вам больше нравится. То, что Витч появился, или Витч вернуть. Этот момент меня интересует. Так. Вот. Значит, появился наша деревяшка. И вот здесь как раз все. Видите, вот этот шейдинг очень прям хорошо виден. То есть я... И, собственно, сейчас будем пытаться его выправить. Я сразу включил симметрию. Ставлю нормальный материал свой. Это старый материал Близзов. Кажется, это старый материал. Ну, обувский материал, кажется, от него. И вот здесь, вот, собственно, моменты, где мне больше всего не нравилось, я очень легко, может быть, смогу сейчас получить необходимую форму. Как я говорю, может быть. Может быть, и не получится. Включаем квадратную альфу, как вы знаете. В целом, видите, оно... Ну, у Дузи Браша, кстати, все эти косяки сразу же видны намного сильнее. Видите, вот этот вот. Если в майке мы его видели не так сильно, то здесь мы его видим прям прям, как, как. Вот это. И вот этот мы видим сильно, да? То есть, где неровности. То есть... То есть, майя карала нас не так сильно. Вот я люблю иногда попробовать вот так вот. Видите, что-то получилось. Не факт, что это прям очень хорошо получилось. Но, как вы видите... Да, кстати, по-моему, вот этот, по-моему, получилось хорошо. Откуда я хотел? Я хотел как-нибудь вот так вот. Иногда имеет смысл сделать это под рейтоп. Я очень редко прибегаю к такому пайплайну, но он имеет право на существование, когда вот то, что я сейчас сделаю, сделано только для того, чтобы потом это снова отретопать и заново, грубо говоря, за hard surface. Но я очень плохо знаю инструментарий ZBrush по топологии. Я видел, как это делается. Делается это очень классно. То есть, вот я сейчас вот что-то там поскульптил, потом заново прошелся поликами, да? То есть, поставил точками, как в рейтопе. И это даже относительно быстро. Но поскольку я это... Плохо знаю инструментарий ZBrush в этой части, это будет делать долго. Значит, это плохой вариант. Видим, что вот здесь у нас пошла грязь. А от грязи имеет смысл избавляться... Вообще, в идеале у вас должен быть хороший sub-dif. То есть, сейчас видно, что у меня sub-dif плохой. То есть, я сразу сказал, да, что это немножко не моя стезя. Я вот исправляю свои штуки кустаранным образом в ZBrush, потому что я отлично знаю, что это все равно ничего не видно. Все там будет хорошо. Если что, всегда мы можем спуститься на нижний уровень sub-dif, и видим, что вот если бы у меня тут был тул, все было бы хорошо. Это тут репкий случай, когда может заролять этот ZRemesh, ой, не ZRemesh, короче, для Харцов Хрейса. Ну, может быть, понял, о чем я. Так, тут чуть-чуть подсмуслили. Причем, вот тут очень важный момент. Не уходите в высокий полигонаж, потому что для изменения форма с высоким полигонажем у вас ничего не получится. Так, и вот здесь сейчас будем активно отбивать фасочку, чтобы получилась гладкость. Может быть, даже пойдем си-клеем, чтобы немножко нарастить по центру. Давлю совсем чуть-чуть. Вот сейчас я обычно говорю, что надо давить сильно. Вот это не тот случай, когда нужно давить сильно. Надо вообще сейчас очень-очень аккуратненько работать, потому что испоганить вот эту форму вы можете как нефиг. Еще по-хорошему неплохо бы использовать разные кисти сглаживания. То есть есть вот Smooth, есть Smooth Directional, и вот для таких вещей они особенно критичны. Я вам советую ознакомиться с данным вопросом. То, что я делаю сейчас все одним Smooth, это не очень хорошо. Так, ну, вообще, несмотря на все мои высказывания, форма-то получилась более-менее. Вот сейчас тут как-нибудь... Нет. Я, наверное, клейм сейчас... Нет, клейм очень сильно. В BCB. Клейбилдап он приходится. Клейбилдап он более нишевый такой. Просто... Добавляя сейчас полигонов вот таким вот способом, очень-очень легко уйти в грязь. Я очень аккуратно всегда работаю, потому что свалиться в неадекватство на этом этапе очень легко. А, давайте попробуем Smooth Directional. У меня тут есть вот Smooth Directional. Он сглаживает по пути вашего направления. То есть там есть несколько алгоритмов. Так, ну, в целом, по-моему... По-моему, неплохо, да? То есть вот наш Mesh. Я боюсь, что у меня сейчас плохо настроено, и когда я нажму GoZ, он мне... по-дурацки этот бросит. Ну, давайте я рискну, но мне кажется, он мне сейчас запакалит все. И откроет новую маню. Да, я не знаю, почему у меня так произошло. После переустановки этих GoZ-шков он мне начал такой ерундой заниматься. Он мне GoZ-скидывает. Я знаю, как чинить. Чинить сетскриптом. На работе у меня то же самое. Кстати, я это поправил. Просто объясняю, почему я хотел это сделать. Вот если мы тут кинем лук, у нас все станет хорошо. Вот здесь вот чуть-чуть надо поправить топологию, чтобы все стало офигенно. То есть вот только вот этот вот... элемент мешает полной красоте. Так, здесь сейчас пройдемся чуточку, чтобы добавить толщины. Берем как-нибудь вот так вот. Чуть потолще. Не так сильно давим. И проходимся. Чуть-чуть, видите, я добавил. Другая сторона у нас страшная, как не знаю что. Ничего страшного. Я не знаю, почему-то у нас сейчас ниррор отработал некорректно. Это бывает. Вот тут я говорил, что кистью мув я очень аккуратно пользуюсь, потому что она очень легко вам может все испоганить. И кистью мув надо, если вы не хотите, чтобы у вас была жуткая грязь, использовать на ранних стадиях работы. Давайте издалека шейдит где-нибудь. Нет, вроде не шейдит, вроде все более-менее. Фаски, наверное, сильнее отбивать уже не буду. То есть в целом рукоятка норм. Не идеально, но норм. Давайте сделаем дубликат этой самой рукоятки. Вот я сейчас не знаю дубликат на всякий случай. Скроем его. И сейчас мы с вами попробуем нафигачить отверстие. Нафигачить отверстие я предпочитаю следующим образом. Это накинуть еще один уровень сабдива. Это сделать дайномеш. В дайномеше снимаем обязательно блюр. Потому что тут это вообще металлитично. Он нам задайномешил. Вроде форму не попаганил. Все очень аккуратненько. И вот сейчас тот этап, когда я делаю отверстие. Как я делаю отверстие? Я беру, создаю цилиндрик. Читерским способом его сейчас расположим. Читерским это значит по концепту с камерой. Хотя видно, блин, кредит как. Учитывая, что у нас неправильный перпетий, а на самом деле идейка так себе. Но почетерить-то хочется. И вот это вот сюда. Давайте проверим соответствует это реальности соответствует. Вот это реальности. Чуть-чуть углу. Ага. Не особо уже соответствует. Чуть-чуть побольше можно сделать. Да, вроде норм. Это раз. И еще у нас должен быть два. Сейчас я концепт открою. Да. Они, кстати, довольно большие. Смотрим. По концепту попадаем. Попадаем. И еще второй, соответственно, вот где-то здесь. Наверное, все-таки я сделал слишком большим. Давайте вот так вот. Масштаб 12. И я это называю mesh combine-witchet. Combine-witchet. Я предпочитаю на данном этапе кинуть еще парочку bevel-ов. О, оно так вычитаться будет лучше. Да, видите, когда вычитаться, будет вот такая хорошая... На самом деле, я бы еще, знаете, что сделал? Вот этот звук всегда меня очень пугает в мае. Обычно этот звук значит, что что-нибудь вылетело. Ой-ой-ой. Не-е-е. Так, ошибочка. Так, проверяем. Ctrl-E. Жмем квадратик. И к центру, пожалуйста. К центру же. А то иногда бывает, что захватишь случайно в какую-нибудь сторону, и он фиг не делает. Я вот накидываю это, чтобы вот это отверстие было максимально аккуратным и ровным. Потому что, как я говорил, зебраж вам... Только дайте ему волю, он вам сделает грязь. Да, создаем этот объектик. Угу. И теперь, собственно, я его сабдиваю пару раз. И ставлю режим вычитания. Merge down. Тут можно даже сделать один сабдив и сделать вот так. Ага. И видите, что у нас произошло? Такое бывает. Нам либо не хватило разрешения, либо они недостаточно глубоко. Исправим и то, и другое. Вот так, как бы, исправить толщину легко. И динамэш делаем с... Блюр уже выключен. Выключен должно быть нормально вообще. Смотрим. Мы повысили резолюшн в два раза. Вот. И получили. Оно не идеально, видите. Оно с легкими такими объектами. Но в целом жить можно. Давайте. Учитывая, что тут древесина в любом случае должна быть чуточку побитая. Чуточку. Мы потом можем это обыграть, собственно, поскульптить. И, собственно, все будет ок. И сюда теперь вставляем... Болтики. Точнее, винтики. Я предпочитаю такие вещи все равно отбивать на скульпте. Блин. Их надо будет единственное чуточку утопить. Да, потому что, видите, она... Выглядывают они наружу. И утапливаем их внутри. Вот, получилось. По-моему, они крупноваты. Но в любом случае, даже если они крупноваты, автосейф у нас есть. Всегда откатимся. Плюс вот такие штуки мы с вами будем запекать. И, если что, это дело можно будет поправить. То есть, этот такой... Прощает вам косяки нам этот вариант. Поэтому все ок. Так, давайте добавляем теперь наш металлический объектик. Я не помню, как это называется. Назовем это металл кауэр. Я помню, что у этого есть определенное название. Исправили где-то у нас тут были ингоны. Их даже не заметил. Закидываем обратно в зебраж. Отлично. Делаем пару субдивайдов. И тут делаем то же самое. Тут тоже нам надо добавить два мелких болтика. Возьмем эти же самые, но существенно меньше. Делаем дубликат. Да, он существенно меньше. Но сначала опять-таки форму надо будет поправить. Ну, где-то такой толщины, мне кажется, будет... Сейчас. Должна я очень-очень... И второй вот куда-нибудь сюда. Да? Да. Объединяем их. Центрируем пивот. И называем это вычет B. Вот этот мне не нравится. Вот этот неправильно расположен. Я сейчас камеру повернул, поглядел. Наверное, куда-то вот сюда, блядь. А вот этот, кстати, тоже неправильно расположен. Этот надо больше на нас. И чуточку вверх. Вот так. Короче, смотрю на концепт. Делаю как на концепте. Гоузи. И сейчас будем подправлять, потому что металлический вот этот обувь у нас неправильный. Накидываем его сабдивайдой. И вот с ним уже включаем симметрию, которая у нас почему-то работает неправильно. И тут уже я делаю более агрессивные фаски. Давлю сильнее и вожу меньше. Потому что там была древесина, с ней было позволительно. С металлом надо агрессивней. Иначе он у вас превратится в древесину. У нас почему-то деревяшка наша несимметричная. Я не могу понять почему. Вот здесь сейчас будет самое сложное. Вот, кстати, это преимущество того, как мы с вами работали. То, что мы с вами работали не с оболочкой, а с таким объектом. Из-за этого фаски нам сейчас снимать будет проще. Единственное, размер фаски, конечно, надо уменьшить. Вот это я ерундой занимаюсь. Так, 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 так. Вот, и пошли. Очень аккуратненько, очень аккуратненько добивать фасочку. Видите, всё-таки прям острая грань у нас смотрится плохо. Потому что в жизни у нас острая грань никогда не бывает. Из-за этого вот такой шейдинг нам кажется... Ну, короче, он нам по глазам не бьёт. Но мы понимаем, что что-то не так. Секундочку. Так. И вот здесь исправляем, что... Блин, опять вот... Короче, вот я говорю, за что люблю стримы. Говорю, что не надо так делать. Не вижу, что не надо так делать. А-а-а... Острота немножечко потерялась. Ну, ну, ну... В целом неплохо. Так. Ага. И не хватает, собственно, металлических... Ага, вот я ещё что пропустил. Надо ещё сделать вычитание в районе рукоятки. Блин, в районе рукоятки надо ещё пройтись... Ой-ой-ой. Случайно нажал динамикс обдив. Тут надо сильно... Ну, не так сильно. Точнее, так сильно, но как-нибудь более аккуратно. То есть мы должны сплюсти, что тут... Ну, вот, собственно, да. Пошла та грязь, о которой я говорил. Потому что надо... Ну, потому что динамеш пошёл, да? Я пытаюсь изменить форму после динамеша. Вот это самая большая ошибка. Старайтесь такого не допускать. Это древесина. Древесина такое нам простит. Вот это вот единственный плюс. Несмотря на то, что у этой древесины форма такая хитрая, ZBrush от... Скульпция после динамеша, она нам простит. Со своей формой. Но вообще это зло, и лучше такого не доводить. Так, вспоминаем, что у меня смуз обычный, а мне нужен... Смуз обычный. Так, ну, я доволен. Так, окей. Где нужно, у меня пик есть. Переходик у меня, где нужно, есть. Эти все элементы есть. Можем нанести еще металлические пластинки, в принципе. Видим, что вроде пластинки у нас везде будут хорошо смотреться. Но от того, что они сейчас смотрятся у нас тут, это не значит, что все будет хорошо. Вот, тут видим косячок. Вот, в таком случае, мультикат может сделать вот так. Вот это быстрее будет, чем наносить. А вот эти, наверное, наоборот удалили. Эй, почему не удалились? Зачем я тут вообще кидал два лупа? Или это от модельки? Видимо, это от старой модельки осталось. Потому что логики в этом не особо много. Так, ну, вроде бы... Очень плохо, что она такая тонкая. Это может нам выйти немножечко... Немножечко боком. Ну, в целом. Так, давайте. Metal plates. Проверяем везде ли на них лупы. Видите? По краям вот эти одни из самых важных лупов. И... Да, вот эти по краям накинутые. Сейчас я, наверное, вот здесь накинул луп. Да, в целом неплохо. Тут форма в целом почти аккуратная. Давайте проверяем опять-таки мышь клинапом. Я всегда проверяю на всякий случай. И закидываем обратно. Ага, у нас почему-то сбилось позиционирование. Такое иногда... Так, это я, красавчик. Это я, красавчик. Это не позиционирование сбилось. Видимо, мышка дернула. Проверяем. Я лупы тут поставил. Поставил. И вот эти лупы тоже, видимо, поставил. Да. Заносим обратно. Вот эти пластиночки мы удаляем старые, неудачные. А вот эти... Видите, собственно, произошло, что я говорил, да? Сабдивайдом они не пересекаются. Поэтому мы сейчас будем пытаться выправить древесину под необходимую форму. Это не очень просто, но будем пытаться. Значит, выбираем нашу древесинку. И у нас вариантов не так много. У нас либо H-Polish, либо Flat. Я H-Polish не очень люблю, поэтому я... Ну, не, наверное... Нет, Flat он плохо идет. Попробуем H-Polish. Да, H-Polish. У нас есть еще другие Polish. Может быть, ими будут аккуратнее. У меня, я не знаю, то ли у меня руки кривые, то ли еще что-то. Я почему-то Polish всегда грязь жуткую навожу. Давайте посмотрим, пластинки хорошо легли. Тут хорошо легли. У нас еще осталось вот это. Вот, блин, вот такие косовые вещи вообще сложно подправлять. Ну, ничего, сейчас справимся. Очень аккуратненько и нежненько находимся H-Polish. Потому что, говорю, H-Polish очень легко исполгает поверхность. У нее очень... Видите, вот... Вот, собственно, что я и говорил. H-Polish очень сильная кисть. Потому что вот все эти неровности будут очень плохо бейкаться. И видим, что вот здесь у нас пластинки почти ровные. Сейчас будем думать, как это подправлять. Я, наверное, могу быть этим пластинкам толщины бы добавила. Сейчас, ну давайте, ладно, уже доправим ингрессиву. И будем размышлять. Видим, да, что вот здесь вот у нас проблемка. Это связано... Да, куча лупов не нужных. Вот это очень плохо. Этот луп нам не нужен. Ну, наверное, и вот этот луп, на самом деле, наверное, не нужен. Они все искажают форму. Пожалуй, да, не нужен. Вот максимум можно накинуть вот сюда, где-то, чтобы форму держало. И вот здесь тоже мне нужны вот эти. Все лишние штуки. Они, видите, на форму очень плохо влияют. Очень погонят ее. И вот тут, кстати, я ошибаюсь. Я смотрю концепт, да. Тут все правильно было. Не должно быть только вот этого. Должно быть очень хорошо сейчас. Ну, не супер-пупер, но достаточно хорошо. И давайте все-таки чуточку-чуточку добавим толщины. Прям совсем. Блин, это не очень легко. Придется пока без толщины. Так, давайте обновим. И получается, что, может быть, древесину-то так сильно исправлять и не нужно было. Сейчас будем разбираться. Давайте отмотаем, посмотрим. Вот здесь. Где-то нужно, где-то нет. Но вот здесь все хорошо, все хорошо. Вот здесь не очень хорошо. Тут надо подпройтись. А вот здесь, соответственно, у нас проблемочка. Будем думать сейчас, как решать. Давайте сначала вот здесь исправим. Да. Систри отменяем. Так, вот этой возни не устраиваем, потому что она все погонит нам. Так, тут вроде все ок. Стало. И давайте сейчас вот, собственно, самое-самое плохое, о чем я говорил. Немножечко поработаем мувом. Не, фиговая идея. Работать мув. Нет, надо аккуратнее намного, аккуратнее. Так, ну, вроде, вроде более-менее смотрим со стороны. Шейдинг вроде хороший. Тут вроде все ок, да, как бы, вроде все неплохо. Я сейчас так аккуратен, чтобы потом взять и пойти погонить эту форму. Это, конечно, забавно. Пам. Тут мы все поправили. Тут в целом все. Ага. Ага, ага. Ага. Тут не очень хорошо. Что, да? Давайте вот тут попробуем мы все-таки мувом. Не люблю я мув, блин. О, боюсь, что тут придется воспользоваться. Сейчас я посмотрю, как сделано у них с точки зрения модели. Мне кажется, там он в тупую заходит. То есть там никак не отработан материал. А, они там его прерывают. То есть оно у них не заходит. Ну, все тогда. Если прерывают, то не надо ничего исправлять. Это так все очень хорошо. Кстати, мне так больше нравится. И тогда мы вот эти полоски просто обрываем здесь. Причем, я подключен. Это ведь лобра. Эй, где ты? Не совсем мне тогда понятно, зачем нужны эти полоски. Ну, 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 ладно. Все. Их вот здесь оборвали. И тут все хорошо. Кстати, давайте тогда вот тут так сделаем. Потому что мне очень нравится вот этот острый переход. Вроде, вроде, вроде все неплохо. Так, вот это сделали. Тут рук с рукояткой поработали. Тут еще можно будет, на самом деле, подвытянуть форму. Немножко, но все-таки с формой можно поваять. Так. Тут можно фасочку, если что, посильнее дать. Так, давайте сделаем сейчас мирор. Сейчас посмотрим, как он отработает. Я не помню, он сейчас в нужную сторону сработает или нет. Нет, не в нужную. Ну, в таких случаях смотреть, как можно поступать. Если происходит, как сейчас. Надо сделать деформейшн. Сделать мирор. И снова деформейшн. В смысле ротейшн. Оп. Оп. И стык хороший. То есть, ну, я предпочитаю таким образом. Понимаю, что ничего хитрого. Но, тем не менее. С этим поправили. И нам надо сделать с вами еще одно вычитание. Именно в районе рукоятки. Значит, там маленькая точка. Хотя, не, не такая уж маленькая. Где-то размером получается, как на металле, да. Надо еще сделать вот такое вычитание. Вычитание едет, едет, едет. Подъезжает и заезжает вот сюда. Нет, чуть не шел. Куда-то вот сюда. Это удаляем. И это у нас вычет С. Я бы, наверное, его чуть пододвинул. Куда-то вот сюда. Да, окей. И теперь, соответственно, этот меш. Повторяем историю, как в прошлый раз. Два сабдила. Наш эту штуку повыше. С вычитанием мережем вниз. И дай на меш. Он нам сейчас еще выровняет весь наш меш. Отлично. И туда какой-нибудь тоже болтик, но поменьше. Болтик, как гряночка. Вот, кстати, косячок у нас пошел. Вот видите, до того, как я сделал. Мы с вами, знаете, что сделаем? Сейчас не знаю, получится или нет. Надо вот что сделать. И их сплит хит. И вот теперь, собственно, делать наше вычитание. И, как мы убедились, резолюшн можно накинуть чуть повыше. То есть 50. Потому что болтики у нас слились в меш. И, соответственно, это привело нас к негативным последствиям. Так, окей, отверстие сделали. Очень спорный момент, хочу ли я это дело сильно выскульпчивать. Наверное, все-таки что-то я буду выскульпчивать на этой штуке, но без фанатизма. Надо будет посмотреть, как сделаны эти рукоятки. И, соответственно, скульптить, что найдем. Смотрим, значит, тут все более-менее ок, да. Надо еще вот здесь. Это мы уже с динамешили? Нет, не с динамешили. Тут фасочки нанесли. Давайте с динамешем. Динамеш, полиш, 350. Делаем динамеш. Все отлично. Два болтика. В самый низ. В самый низ поднять. Изменить тип. Merchdown. И вот так. Отлично. Собственно, получили отверстие для наших болтиков. И сейчас, кстати, я забыл еще. Тут вообще очень прикольно, если присмотреться. Тут есть нумерация на концепте. И болты, которые переворачивают сзади. То есть вот здесь еще болты должны быть. Мы их сейчас добавим, соответственно. Если бы я располагал их, то я бы их располагал на похожей высоте, но чуть по-другому. Ну да, собственно. Преворачиваем и поднимаем чуть пусть. Потому что это логично, да? Чтобы не в одной и той же. Как-нибудь вот так. И вот так. Окей. Самое веселое будет, то для этой пушки, конечно, выезжать на текстуринге. То есть такие вещи именно. Но вы даже можете посмотреть. То есть вот что намоделили. Да, как бы скучно, уныло. Но как-то затекстурили. Причем текстурили они тогда шейдерами всякими интересными. Тогда PBR-ащуток заходил. Ну, в такой мейнстринг, так скажем. Поэтому. Так, окей. Появилось оно у нас? Появилось. Почему оно так криво появилось? Подождите, оно по центру располагается? Не по центру. Накосячил бы сейчас. Давайте заново. Да, вот теперь оно. И видим, насколько у нас почему-то несимметрична эта штука. Интересно, почему. А у нас плашки тоже несимметричны. Я ошибся, что ли, этой сеткой? Ну ладно, мы это поправим. Это все исправляемо. Не могу понять, почему у меня уехала симметрия. Но, вроде бы, все аккуратно делали. Но, пофиг. Значит, два сабдивайда накинули. Нет, не накинули. Метал кауэр. Это, значит... Меняем тип. Marge down. Окей. Вычитаем. Да, у нас реально не симметрично. Очень странно, конечно. Но сейчас сделаем симметрично. Опять-таки, деформа... Ну, сейчас уже актуально делать это. Rotate. Mirror dwell. Что за фигня у нас? Плоскость симметрии Майи не совпадает. А-а-а. У меня и эти штуки несимметричны. Вот у тебя ерунда и получается. Ясно-понятно. Видимо, я крутанул в определенный момент и забыл об этом. Ну, ничего, бывает. К счастью, нет ничего непоправимого. Ну вот, теперь все. Хорошо. Deformation. Rotate. Mirror and developed. Rotate. Отлично. С этим, значит, разобрались. С этим разобрались. Все красивенько, аккуратненько. И с нашими полосками мы тоже разобрались. Единственное, я бы, наверное, им добавил полигонов и сделал деформейшн. Полиш. Тогда он... Не, не в этом случае. В этом случае что-то вообще не зашло. А почему оно так стало себе? А-а-а, потому что ты... Ты же обрезал их. А-а-а, так что надо тебе сделать... Надо сделать это. Geometry, Chris, Chris и... Автогрупп. И вот теперь можно попробовать сделать, собственно, этот. Не, плохой результат давит. А если полиш, Chris Pages, толком результата никакого нет. Так что смысла нет. Ладно. Значит, это все обозначили, это все сделали. А-а, пластинки никак у них не переворачиваются. Видимо, они наклеены, я не знаю, эти металлические пластины. Запекать мы их будем на нормалке. А все ли у нас хорошо с пластинами в плане симметрии? Давайте глянем. Ага, опять все через жопу. Видимо, в какой-то момент у меня сместилось симметрия, и это профукал. И, если честно, в данном случае... Я не знаю. Нет. Так, исправили. Ну, все, да. Видимо, в какой-то момент я просто профукал, что у меня изменилось. Так. Собственно, все моменты критические для нашего... То есть, грубо говоря, вот наша базовая форма для... Для нашего арбалета. И теперь надо подумать о том, что мы можем, собственно, промоделить, и что имеет смысл промоделивать. Сейчас я смотрю. Ну, первое, что мне бросается в глаза, что я хочу промоделить, это вот эти стыки с металлическими болтами. Ну, для меня это очевидно. Потому что там реально должен быть какой-то шум, и там логично. Кроме этого, можно промоделить какие-то краешки древесины. Остальное я, наверное, обойдусь текстурингом. Давайте сейчас посмотрим. Деревянная рукоять ружья. Да, особого ноиза нет. Все очень глянцево, все очень красиво, все очень аккуратно. Да, то есть, видите, особо тут скульптить ничего не надо. Это все надо показывать на уровне текстур. Единственный момент, где можно вот хоть как-то разойтись, это место крепления с болтом и краешки. Соответственно, только их и будем промоделивать на дереве. И, соответственно, до конца стрима... Сейчас у нас не так много времени, осталось минут 20 еще посидим. Я врубаю довольно высокий полигонаж. Беру свою любимую кисточку... Ну, где-то... Не пинч, а полиш. Ставлю квадратную альфу. И сейчас аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Начинаем. Ну, что-то он на автогруппе у меня задумался. Беспричинно. Так, стараемся контролировать лучше нажим. Нет, фигачиваем. Это единственное, по сути, что... Там есть еще определенный узор, но дело в том, что такие узоры реально, объективно, легче будет нарисовать его в Substance Painter или в Substance Designer, но не важно. Может быть, даже в дизайнере нарисуем этот узор. Вообще, скорее всего, по пайплайну у нас будет следующий. Это... Почему оно такое полигональное, блин? Говорит бы до 3 миллиона полигонов, а все равно как-то оно ведется не очень хорошо. Значит, по пайплану у нас будет следующий. Мы это бейкаем и в Substance Designer делаем базовый шум. Получаем базовые карты. Все. Ну, кроме Cygnus'а, наверное. То есть, весь шум мы будем накидывать именно в собственном дизайнере. Блин, а че он такой полигональный? Да я не могу понять. Ну ладно. Сейчас я с помощью своей одной из самых любимых BSB билд-клэйдапом прохожусь. И потому что фаски почему-то плохо отбиваются сейчас именно фасочкой, но зато билдап показывает себя во всей красе. И видите, издалека оно прекрасно смотрится. То есть, вблизи кажется, да, может быть, не казисто, но издалека такая штука работает достаточно хорошо. И еще то же самое мы сделаем на всех стыках материалов. Видите, почему-то полигонажа нам не хватает. Приходится расползаться уже до каких-то неприличных 12 миллионов. Компьютер, конечно, спокойно это ценит, но все-таки это на ненужный кусок полигонаж довольно высокий. Вообще, как я говорил, глупо то, что я так полез рано в скульпт, но реально я очень соскучился по скульптуру, очень хочется поскульптить. Конечно, вот это все должно происходить уже на заключительный этап, потому что если я сейчас что-то накосячу, мне придется либо смириться с косяком, либо делать заново, что не очень хорошо. Но иногда так хочется, поскульптить. Так, давайте посмотрим, где у нас еще есть стыки материалов. Стыки материалов у нас еще есть здесь, потому что это же как-то должно надеваться на эту самую древесину и так далее, поэтому нам можно сделать такой эффект, как будто бы тут сделали прорезь. Я сейчас делаю ее так грубовато, потом возьму билдапу и пройдусь аккуратненько. в смысле какой-нибудь там динамика и так далее. Сейчас я просто, по сути, повторяю контур. То есть, на самом деле, конечно, стык не должен быть такой большой, он должен быть совсем нишевый, а сейчас я его делаю очень жестким. Но, с другой стороны, для скульпта это может быть не очень, но это достаточно хорошо для бейка и для текстуринга. То есть, такой компромиссный вариант получается. Так, ну вот, что-то я обозначил. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас, наверное, попинчу чуть-чуть. Именно вот в этом моменте. Аккуратненько так. Теперь делаю соло. И вот, собственно, теперь можно попытаться пинчем, да. Отбивать какие-то вот такие более значимые. И потом еще пару царапок сделаем. Я говорю, это все должно быть очень нишево, просто для того, чтобы в бейке это все неплохо отразилось. Потому что, если мы это все отобьем, оно забейкается на много интересней. На самом деле, можно даже поступить к ним. Нет, это плохой вариант. Я подумал сначала затекстурить в пейнтере, а потом это как-то сблендится. Но это будет плохой вариант. Надо все-таки начинать с дизайнера. На самом деле, не понятно, как параллельно начинать, потому что, может быть, просто легче составить какой-то материал, независимо от этого меша. Типа там, рукоятка. Материал рукоятка. И сделать какую-то базовую такую древесину, залакированную. И потом просто в пейнтере накинуть этот материал. Может, оно лучше будет. А может, не будет. Так, давайте глянем. Видите, совсем чуточку я прошелся. Прям вот. Самую малость. Но для того, чтобы туда какая-нибудь курватура записалась, этого будет достаточно. И, соответственно, оно будет интересней. Дальше я хочу... Плохо, что оно у меня сейчас все симметрично, потому что текстурить мы будем все-таки не симметрично. Я не хочу текстурить симметрично. Давайте сейчас вот около этих металлических штук. Чуточку самую. И потом чуть-чуть царапок. Таких крупных царапок. Ага, все, отключаю симметричность. И, значит, пошли, значит, у нас тарапки. Нет, это плохо. Такая, что вы, фигня? Почему в тени нет отверстия? Ерунда какая-то. И что мне с тобой делать теперь? Придется по костыльному. Сейчас показываю костыльный вариант. Лучше, если вы не будете к нему пробегать. Ну, смотрите, значит. Вот такой. Ну, кстати, пусть будет типа на одну. Ой, зачем динамеш-то? Динамеш это случайно. То есть я сначала убрал, потом взял планар и планаром расширил отверстие до круглого. То есть такой неплохой вариант. Не знаю, почему тут так странно. Еще оно почему-то другого цвета. Как будто бы там маска. Там нет маски. Так, еще надо какие-нибудь более крупные. Сейчас я совсем маленькие показал. Типа вот такого чего-нибудь. Блин, нужен рев. Рев, рев. Давайте. Старый лужьё, как, блин. Во, смотрите. Есть тут вообще хоть какие-то... Вот это, кстати, отличный рев. Надо будет себе... То есть я вам показывал в самом начале ревы. Надо себе выносить еще обязательно... Ну вот, смотрите. То есть, да, видно, что вот есть все-таки на нем царапины. Какие-то вот в районе, собственно, стыка. Есть, например, какая-то большая царапина. Давайте это повторим, то есть... Нет, никто. Когда вы делаете ревы, обязательно выносите не только обычные ревы, но и обязательно вот такие фоторильные ревы и анализируйте. Так, ну вот, видно, да? Но в целом, например, вот здесь ничего нет, да? Тут все в целом аккуратненько. То есть... Есть только вот всякие вот такие штуки, да? Вот. Но особо без фанатизма. Короче, не надо особо, да? Очень хочется, но не надо. Вот можно всякие. Ну вот, блин, просто вот такой ерундой заниматься смысла вообще нет. Это все в дизайнере или в собственном центре делается. Поэтому отбивать это смысла нет. Ну, окей, да? Будет у нас, получается, вот такая простенькая хай-фолька. В смысле чистенькая. Я не скажу, что простенькая. Давайте сейчас нанесем вот сюда еще этих болтов. Мы решили... А вот, кстати, какие, блин, реальности нет. Несмотря на то, что вот эти такие страшные полигональные уроды... Они ближай к концепту. Надо будет только не забыть их утопить внутрь. Давайте утапливаем. Можно еще чуть-чуть утопить. Так, его нагнение, подождите. Ерунда какая-то. Почему у нас... Ага, у нас почему-то... Отлично. И нам осталось... Только соло надо убрать. Потому что, когда стоит соло, не видно, что ты делаешь. А я как-то считаю, все так понимаю. И немножко меняем положение. Потому что это все палится и плохо смотрится. Я еще не знаю, как мы будем это текстурить в один текстурный сет или в два. Поясню, почему. Может быть, в два. Потому что 100% нужно в 4К такую штуку делать. А у меня компьютер в 4К не позволяет мне. Короче, 970 не вывозит в 4К. Может быть. Но две текстуры по 2К это меньше, чем в 4К. Причем именно не экспортить в 4К. Именно текстурить надо. А вот у меня не получается пока. Так. Ну, болты нанесли. Вроде все чистенько. Вроде все хорошо. Общую битость поверхности сделали. Ну, 23.40. Я считаю, мы дошли до определенного логического завершения. На сегодня мы с этим будем заканчивать. Так что я запускаю нашу классическую любимую музыку. И буду с вами на сегодня прощаться. Не забывайте про группу. Спасибо, что нас уже целые 100 человек. Йо-хо-хо. Запись будет завтра. Ну, а пока что... Всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok